Кросс-кантри не новая дисциплина в саммарском велоспорте, однако, чтобы гонки по пересеченной местности популяризировать еще больше среди молодежи, их включили третьим соревнованием в легендарный спортивный праздник Соколи-горы, который изначально подразумевал только лыжные гонки, а с недавних пор, помимо зимних соревнований, стали проводить и летние. Первый день – легкотлетический марафон, второй – велосипедный. Спортсмены могут соревноваться в любом из них или выйти сразу на два старта. Благо, соревнования проходят выходные. Все участвуют, насколько он может. У него хватает всех. Обыкновенные любители, которые умеют выступать на многих дистанциях, пробеги делают. Старт сезона был тогда, они вообще ехали чуть не до Усков. Стартовали соревнования с символической дистанцией – 1586 метров. Длина Самарской мили равна году основания Самары. Здесь ехали начинающие спортсмены. Многие стартующие впервые участвуют в веломарафоне Соколь-горы. Для продвинутых гонщиков организаторы приготовили еще три дистанции – 10, 21 и 35 километров. Легкой велопрогулкой соревнования назвать было сложно. Тем не менее, за медали покатились почти 200 спортсменов – как детей, так и взрослых. Но это еще не предел, уверены эксперты. Дистанция достаточно серьезная. Почему такие, вроде бы, как небольшие цифры, но на самом деле здесь очень высокий подъем. Подъем и спуск. В общем, дистанция постоянно. Горка, спуск, горка, спуск. Особенность в том, что это место уникальное – Соколь-горы. Оно известно у нас с советских времен. Поэтому мы его возрождаем. Я думаю, что в ближайшее будущее это будет очень мощными соревнованиями, которые соберут достаточно большое количество людей со всей России. В городском департаменте спорта надеются, что летние Соколь-горы, легкоатлетические и веломарафоны станут такими же популярными в стране, как и лыжные гонки Соколь-горы. Они входят в первую десятку лучших лыжных марафонов России. Мы очень рады, что после такой паузы, связанной с пандемией, нам удалось возобновить эти соревнования. И несмотря на то, что, может быть, участников не так много, как хотелось бы, но мы звери, мы знаем, что все это впереди. Уверены, что эти соревнования будут развиваться и еще будут одними из самых многочисленных в нашем городе. Впереди у велогонщиков и легкоатлетов еще несколько стартов. Шоссейники 13 августа в Москве сразятся за медали Спартакеда России, а бегуны 21 числа выйдут на старт Самарского марафона. Сергей Кизоркин, Николай Сидоров. События.